Продолжение следует... Они были написаны на... Помните, как называется этот пищематериал? Правильно, папирус. Они были написаны на папирусе, который делали из одноименного тростника, росшего на мелководье в Дельте Нилы. Тростник срезали чуть ниже уровня воды и нарезали полосками, которые раскладывали для просушки. Далее поперек них выкладывали еще один слой полосок, промазывая их клеящим веществом, и снова просушивали. Хорошенько подсохнув на солнце, они превращались в довольно прочные листы. Причем некоторые получались чуть ли не просвечивающими насквозь. Но как бы тщательно не изготавливался папирус, в конечном счете он приходил в негодность, прогнивал. Срок его службы зависел от того, как часто его брали в руки, как часто на него воздействовали жара, холод или солнечные лучи. Все это влияло на то, как долго папирус оставался в пригодном состоянии. Прибавьте сюда проблему с чернилами. Ведь в ту пору не было ручек Паркер. Чернила тогда были хорошие, но все же не такие, как сейчас. Да и сегодня возьмите почти любые чернила, напишите детям записку и оставьте ее на столе во дворе, на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами. Знаете, что произойдет даже с этими современными чернилами? Правильно, они начнут выцветать. Вот и чернила, которыми писались древние рукописи, со временем выцветали. Ведь рукописи приходилось читать при свечах или на открытом воздухе, где не подвергались воздействию солнечного света. Таким образом, неминуемо возникают определенные вопросы об их соответствии с начальному варианту. Вот в чем проблема. Допустим, у вас есть оригинал, автограф, и он начал прогнивать. Переписчики изготавливают, скажем, 25 копий так называемого первого поколения. Со временем это первое поколение тоже начинает ветшать и портиться. Создается поколение номер два. На этот раз, скажем, 50 копий. Следом идет поколение номер три, и так до бесконечности. В общем, в отношении древних рукописей ученые обычно задают два вопроса. Первый связан с так называемой временной шкалой. Вы спросите, при чем тут временная шкала? Она показывает, насколько имеющиеся в распоряжении копии удалены от оригинала. Основное правило гласит, чем дальше по времени копия удалена от оригинала, тем выше вероятность неточности. Почему это так? Теперь вы уже знаете, почему. Ну, сообразили? Правильно, потому что обычно это означает, что рукопись чаще копировали. В этом случае возрастает вероятность допущения ошибок. Продолжение следует...